МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спрашивает Ангелина Котлякова. Как ведется борьба с пьяными водителями? Есть ли какая-то профилактика этой проблемы? Сотрудниками ОГИБДД Мау-Водкинский в 2017 году на территории нашего обслуживания всего выявлено 495 водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. А также 87 водителей, которые отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Уже в этом году, в 2018 году, за 2 месяца выявлено 60 нетрезвых водителей, в том числе, вернее, 23 водителя, которые отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Для того, чтобы их было меньше на дорогах, проводятся регулярные рейдовые мероприятия. В 2017 году проведено всего 18 целевых таких вот профилактических мероприятий, по результатам которых было выявлено 40 водителей в состоянии опьянения. Также в этом году уже мы провели 4 целенаправленных рейдовых мероприятия, где выявлено двое нетрезвых водителей. Также мы проводили их совместно с представителями вашей жителей компании. Поэтому стараемся, ведем борьбу с данными водителями. Особое внимание хотелось бы уделить вопросам взаимодействия с общественными организациями, с гражданами. Поступают звонки, реагируем на эти звонки. Часть звонков очень хорошо нам помогает в выявлении нетрезвых водителей. Уважаемые граждане, Если вы стали очевидцами управления транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии опьянения, сообщите, пожалуйста, Марку, госномер автомобиля и его местонахождение по телефону дежурной части ГИБДД, то есть 51717, либо можно позвонить по телефону 02 и уже всю информацию передадут нам в ГИБДД, где экипаж будет реагировать на данные сообщения. Вопрос номер 2 задает пользователь с никнеймом Степлер. С каждым годом ужесточаются наказания водителей, а пешеход всегда прав. Почему вы не проводите рейды по пешеходам, которые ведут себя на проезжей части в нарушении всех законов? Сколько пешеходов наказано? Почему по ВТВ не показывают сюжеты о наказанных пешеходах? Вопрос нам обоим, очевидно. Ну, по этому поводу тоже могу привести небольшую статистику. А также за 2017 год мы к административной ответственности привлекли 916 пешеходов. Все пешеходы у нас, какие попали в поле зрения, не остались без внимания. С какими-то пешеходами проводили профилактические беседы на месте совершения ими административных правонарушений. За этот год, за два месяца 2018 года привлекли уже 134 пешехода к административной ответственности. Хотелось бы обратить внимание на уважаемых пешеходов, что нарушение хотя бы одного пункта правил дорожного движения может привести к печальным последствиям. Так, за феврале 2018 года у нас в селе Шаркан дорожно-транспортное происшествие, где водитель грузового автомобиля наехал на пешехода-женщину 50-го года, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ДТП женщина получила травмы различной степени и была гиспатизирована в городскую больницу города Воткинска. Но через несколько дней от полученных травм женщина скончалась в больнице. Значит, напомним, что пешеходам необходимо иметь при себе и пользоваться световозвращающими элементами на одежде, чтобы быть отчетливо видным в темное время суток на дорогах, при переходе дороги. В настоящее время на территории Удмуртской Республики проводится оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Пешеход». То есть, все-таки нарушение БДД пешеходами, дорожно-транспортное происшествие, связанное с наездами на пешеходов, являются очень такой острой проблемой в плане нарушения правил дорожного движения. Поэтому такие мероприятия проводятся и будут проводиться на территории как Удмуртской Республики, как Воткинска, так и всей Российской Федерации. Вопрос номер 3. Нинок Ивановна спрашивает. Говорят, что вновь произошло сокращение сотрудников ГИБДД. Сколько человек потеряли в Воткинске? Если это большая цифра по сравнению с другими городами, то почему вы не отстаиваете, почему не доказываете в Ижевске, что именно такое количество гаишников требуется городу? Или вы совсем соглашаетесь? Такая формулировка у нас. Комментарии по данному вопросу вы сможете узнать при службе МИД Подмуртской Республики. Четвертый вопрос от нашего пользователя. Трезвая и злая молодежь. У нас в Воткинске есть много мест, где нет дорожных знаков, а они необходимы. Например, перекресток улицы Юбилейная и Волгоградская, улицы Орджоникидзе и Дзержинского. А, например, на Кирово-Марата нет знака, запрещающего поворачивать направо. В общем, много примеров, говорит наш пользователь. Кто вообще за это отвечает? Как будем решать проблему? В соответствии со 131-м федеральным законом, значит, дорожной деятельностью в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов занимается администрация города Воткинска. Соответственно, значит, дорожные знаки устанавливаются в соответствии с проектом организации дорожного движения, которое разрабатывается администрацией города Воткинска. Отделом ГИБДД в адрес администрации вносятся предписания, представления по установке отсутствующих дорожных знаков. Вопрос от мотоциклиста. Каким образом найти и принудить владельцев машин-памятников, в кавычках, да, убрать авто с дворовых территорий многоквартирных домов, имеется в виду машин, не эксплуатирующихся, стоящих годами во дворах? При поступлении сообщений от граждан о находящихся во дворах таких машинах, брошенных, соответственно, сотрудники выезжают, устанавливают владельца, если это возможно, тогда только принимаем решение, что с этой машиной сделать. Но если есть нарушения со стороны владельца транспортного средства, то есть поставил машину в том месте, где мешает кому-то проехать куда-то, либо проехать к какому-то зданию, то, соответственно, будут приняты меры административного воздействия к данным владельцам. Вопрос от Даши Жуковой. В доме по улице Свердлова, 15, в подвале организуется игротека. Возле этого дома скопилось очень много машин, а будет еще больше, учитывая, что это спальный район и частный сектор, а стоянка отсутствует. Весь транспорт, приезжающих на игротеку, будет находиться у близлежащих домов жителей этой улицы. Вопрос, будет ли наведен порядок со стоянкой для этого мероприятия, игротеки, или опять жители забросают ЕБДД жалобами. В соответствии с законодательством Российской Федерации, при организации торговых точек, культурно-массовых каких-то предприятий, которые обеспечивают граждан города Воткинска, все проекты проходят согласование в администрации. В связи с чем в этот проект должно вноситься предложение по обустройству стоянок для данных мест. Парковочных мест, гостевых стоянок, все это находится в компетенции администрации. Пользуясь случаем, в преддверии Международного женского дня хотелось бы поздравить прекрасных женщин, пожелать здоровья, счастья, благополучия, любви, также безопасных дорог. Спасибо вам большое за поздравления и за ваши ответы. Мы сегодня отвечали на вопросы, которые вы присылаете нам на портал воткинск.нет. В гостях у нас сегодня был Анатолий Николаевич Макрушин, заместитель начальника ОГИ БДД межмуниципального отдела МВД России в Воткинске. Всего доброго. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова